Как известно, Великобритания передала Украине британскую модификацию американского вертолёта Sea King. Перед этим аналогичный вертолёт был передан Британией в ноябре 2022 года. Westland VS-61 Sea King – это британская модификация одноимённого американского вертолёта, также известного как Сикорский SH-3 Sea King. Впервые этот вертолёт был построен в США в конце 1950-х годах в разгар Холодной войны. Тогда СССР использовал внушительный флот подводных лодок, которым в МЭС США противопоставили усовершенствованные средства противолодочной обороны. В результате и был разработан Sea King – один из первых противолодочных вертолётов с турбовальными двигателями. Ключевыми особенностями нового противолодочного вертолёта, разработанного специалистами компании «Сикорский Аэркрафт», знаменитой авиастроительной фирмы, которая была основана в США украинским авиаконструктором из Киева Игорем Сикорским, был его корпус-амфибия, который позволял вертолёту выполнять посадку на воду, а также использование двухтурбинного двигателя, что позволило аппарату быть больше и тяжелее оснащённым по сравнению с возможностями других вертолётов. Первый тестовый полёт прототип будущего Sea King выполнил в 1959 году. А уже в 1961-м был введён в эксплуатацию и в различных модификациях использовался в США в течение нескольких десятилетий, прежде чем в 1990-х годах его заменил неамфибийный Сикорский SH-60 C-Hawk. Британия же с 1960-х годов производила собственный вариант вертолётов Sea King. У британской компании Westland Helicopters было лицензионное соглашение с Сикорский Аэркрафт, позволявшее ей производить вертолёты Сикорски, включая SH-3 Sea King. Британский авиапроизводитель существенно модифицировал эту модель вертолёта. Британский вертолёт отличается от американской версии двигателями Rolls-Royce Gnome, противолодочными системами британского производства и полностью компьютеризированной системой управления полётом. Кроме того, британский вариант Sea King, известный как «Команда», был разработан и для использования в качестве военно-транспортного хеликоптера. Это была одна из наиболее распространённых в британской армии модификаций Sea King. Это был не амфибийный, а транспортный вертолёт, вмещавший до 28 полностью экипированных военнослужащих. Его боковые поплавки из конструкции убрали, изменили также ходовую часть вертолёта. Вертолёт модифицировали для потребностей египетских ВВС, в пустыне не было необходимости садиться на воду. Команда совершил первый перелёт в 1979 году и благодаря дальности полёта до 1111 километров без дозаправки, стал важным средством авиации для десантных операций и перевозки войск. Было построено 796 вертолётов С-61 всех модификаций. Кроме того, по лицензии построено более 600 вертолётов. Вертолёт одной винтовой схемы с рулевым винтом, двумя газотурбинными двигателями и трёхопорное шасси. Фюзеляж цельнометаллический, типа полумонокопка. Нижняя часть фюзеляжа выполнена в виде лодки. Имеет скулы и киловатость, обеспечивает возможность посадки на воду. С обеих сторон фюзеляжа установлены сравнительно большие поплавки, улучшающие устойчивость вертолёта на воде, и в которые в полёте убираются основные стойки колёсного шасси. Хвостовое колесо шасси в полёте не убирается, оно самоориентируется. Поплавки используются для размещения дополнительных надувных баланетов. Задняя часть фюзеляжа сужается и переходит в хвостовую балку, на которой крепятся стабилизатор и рулевой винт. Носовую и центральную части фюзеляжа занимают кабина лётчиков и грузовая кабина. Кабина экипажа рассчитана на двух лётчиков, оператор и наблюдатель размещаются в грузовой кабине. В грузовой кабине могут размещаться в десантном варианте 31 десантник, в спасательном варианте до 25 пострадавших, и в санитарном – до 15 раненых на носилках. Для транспортировки грузов на наружной подвеске используется трос, а для спасательных операций предусмотрена лебёдка. В обычный комплект вооружения входят две или четыре противолодочных торпеды, самонаводящиеся А-244АС, МК-44, МК-46 или четыре глубинные бомбы. Вертолёт может быть вооружён противокорабельной управляемой ракетой «Гарпун» или «Экзосет». Выпускаемые многочисленные модификации вертолёта можно условно разделить на три группы, противолодочные вертолёты-амфибии на базе CH-3. Сухопутные транспортно-десантные и поисково-спасательные вертолёты на базе CH-3. И серия гражданских модификаций на базе C-61N и С-61L. CH-3A. Противолодочный вертолёт для флота США и Японии. Построено 255 вертолётов. CH-124. Модификация вертолёта CH-3A для Вооружённых Сил Канады. Построен 41 вертолёт. CH-3C. Противолодочный и многоцелевой вертолёт для флота США. Является модификацией вертолёта CH-3A. Модифицировано более 20 вертолётов. CH-3D. Развитие CH-3A с усовершенствованным оборудованием для флота США, Испании, Бразилии, Аргентины. Выпускался по лицензии в Англии для флотов Англии и ФРГ, в Италии для флотов Ирана и Италии. CH-3G. Вертолёт общего назначения для флота США со снятым противолодочным вооружением. CH-3H. Усовершенствованный противолодочный вертолёт для флота США. CH-3A. Вертолёт для траления мин для флота США. Снабжён лебёдкой для буксировки трала. Является модификацией вертолёта CH-3A. Модифицировано 9 вертолётов. VH-3A и VH-3D. Транспортные и пассажирские вертолёты для обслуживания президента США. Поставлен 21 вертолёт в корпуса морской пехоты. CH-3S. Транспортный и многоцелевой вертолёт для ВВС США, Дании и Малайзии. Снабжён задним грузовым люком с рампой. Может перевозить 26 солдат или 2 автомобиля-вездехода. Построен 41 вертолёт. CH-3E. Транспортный вертолёт для ВВС США. Может перевозить 26 солдат или грузы массой 2 тонны 600. Построено 42 вертолёта. CH-3E. Поисковый и спасательный вертолёт для ВВС США. Снабжён оборудованием для заправки топливом в полёте и дополнительными топливными баками. Построено 52 вертолёта. CH-3E. Пеликан. Поисковый и спасательный вертолёт для частей береговой охраны. Снабжён поисковым радиолокатором. Построено 4 вертолётов. Производился также по лицензии в Италии фирмы Agusta, которая построила 30 вертолётов для ВВС Италии. С-61-0. Пассажирский вертолёт с удлинённым фузеляжем и колёсным шасси, рассчитанный на перевозку 28 пассажиров. Построено 30 вертолётов. С-61-Н. Пассажирский вертолёт-амфибия с поплавковым шасси, рассчитан на перевозку 26 пассажиров. Построено 106 вертолётов. С-61-Ф. Экспериментальный вертолёт с крылом и двумя турбореактивными двигателями для исследования характеристик в полёте с большой скоростью. Вестланд-Си-Кинг. Модификации вертолёта, выпускавшиеся в Англии. Королевский военно-морской флот Великобритании использовал их против подводных лодок. В 2018 году, последний из остававшихся на службе британских Си-Кинг был списан. Сейчас их заменили более современные вертолёты. Продолжение следует... Продолжение следует...